МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корабля такого типа он доставит на Международную космическую станцию новый экипаж юбилейной 50-й экспедиции. В его составе космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, европейский астронавт Тома Песке и женщина на борту, астронавт НАСА Пегги Уитсон. Пуск состоялся ночью в 23.20 по московскому времени с гагаринского старта космодрома Байконур. Стыковка корабля со станцией запланирована на час ночи 20 ноября. Командир экипажа Олег Новицкий на предполетной пресс-конференции сообщил, что планируется провести 44 эксперимента, а результаты этой работы впоследствии могут принести пользу всему человечеству. Немножко новый корабль, немножко новые системы, замечательный новый экипаж, какие-то новые эксперименты. Вот в этом всем плане, наверное, ощущение, как-то можно будет подтвердить. И опять же, обрадоваться, что ты увидишь Землю с космического полета, попытаешься показать эту красоту всем людям. Управляющий состав Самарского технического университета пройдет стажировку в Сколково. Задача не просто научиться продвигать инновационные проекты в производство, но университет возлагается особая миссия – стать локомотивом экономики региона. Этот вуз включен в число 11 опорных университетов, а с этой осени к нему присоединился и архитектурно-строительный институт. Легким движением руки можно управлять любым электронным устройством на расстоянии. Команду подает перчатка-джойстик. Применение для разработки практически любая сфера, будь то беспилотная авиация, крупные производства или даже космические эксперименты. Астронавты, находясь в безопасности, сидят в космическом корабле, надев подобное устройство, и могут управлять какими-то роботизированными конструкциями, которые находятся непосредственно в открытом космосе. Натюрморт от Самарского технического университета. Сыр с кафедрой технологии пищевых производств, соки и квадрокоптер. И таких инновационных разработок десятки тысяч. Университет включен в число 11 опорных вузов России. Сегодня это означает ни много ни мало, как новый статус, центр развития экономики региона, а значит и всей страны. Ученые готовы не просто поставить на конвейер производство технологий. Разработки могут конкурировать с ведущими мировыми производителями. Вот если мы говорим о действительно импортозамещении, не о локализации производства, взять, поехать в Италию, купить завод, привезти итальянских инженеров, они нам здесь наладят производство моцареллы, уедут и будем в ладоши хлопать. Вот так третьи страны поступают, и мы их часто так поступаем. Надо эту ситуацию переломливать. То есть мы в своих промышленных лабораториях, если мы делаем сыр, вот у нас должно быть устойчивое качество. Опорные ВУЗы должны стать драйверами развития страны. А чтобы поставить фабрику технологий на поток, налаживается сотрудничество с фондом Сколково. Эксперты фонда курируют проекты, а управленческий состав ВУЗа проходит обучение во Всероссийском инновационном центре. Задача – воплотить разработки в производство, а на многих высокотехнологичных изделиях поставить логотип «Сделано в Самаре». В этом плане смысл Сколковской команды и смысл Сколково – это действительно поставить новую систему управления. Это же невероятно сложно. В сложившейся иерархии отношений, вертикали власти, которая сейчас говорит, создать место, которое, внимание, отвечает за экономику региона. Вы только вслушайтесь, хоть слова отырок берет. Поэтому задача Сколково, отвечаю еще раз, это, смотрите, найти те рычаги инструмента, в том числе обмениваясь между другими ВУЗами, оптимальной для того или иной структуры. А в итоге ожидается цепная реакция новых идей и технологий. Которые будут интересны инвесторам и научному сообществу во всем мире. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Огонь, вода и тяжкий труд. 175-летие отмечают профессиональные пожарные охраны Самарской области. Покорители пламени отмечают юбилей с размахом, лучших сотрудников награждают почетными грамотами. А для жителей города открыли выставку пожарной техники. Андрей Горгуленко тоже исполнил мечту детства. И проверил, к лицу ли ему пожарная форма. Чтобы сдать норматив на отлично, пожарный должен одеться в зимнее время за 22 секунды. У меня вышло 3 минуты 8 секунд, и это с дополнительной помощью. Но именно так борется с огнем пожарная служба. На мне шлем, пожарная куртка, штаны, краги, висящие на специальном карабине, который используется для самоспасения, и топор, чтобы преодолевать препятствия. Экипировавшись по полной, самое время проследовать к служебному автомобилю. Яркие боевые машины ровно выстроились на площади Куйбышева. Начинка машин соответствует мощному внешнему виду. Множество рукавов, лафетных стволов, огнетушителей, циркулярные пилы и мощный топор – инструменты для всех непредвиденных обстоятельств. Автомобиль АЦ-7-150 предназначен для отрушения пожаров и перевозки личного состава. Емкость цистерны 7 тонн, производительность насоса 150 литров в секунду. Ныне оснащенная по мировым стандартам служба, 175 лет назад начиналась в Самаре с двух пожарных команд – 14 бочек, двух топоров и 20 ведер. Да и самих сотрудников было всего 25 человек. Сегодня в региональном управлении служат 4,5 тысячи пожарных. Лучших награждают почетными грамотами от губернатора. Сегодня в мирное время, в любую минуту, мы готовы совершать подвиг. Выступить в борьбу с огнем, защищать жизнь, здоровье, кровь и имущество нашей области. Ваша преданность выбранной профессии, благородной, опасной, труднейшей, вызывает чувство глубокого уважения и восхищения. Мы делаем все, что зависит от нас, все, что мы можем, и мы приходим на помощь людям первые, когда в дом людям случится беда. Один из награжденных сегодня сотрудников – Олег Ходателев. Он уже более 20 лет на службе в Похвестнево. За это время, рассказывает, не раз приходилось рисковать жизнью. Кого-то спас, снизил материальный ущерб, отстоял строение, пускай даже незначительные надворные постройки. А все равно же, это же людям намного приятнее, когда действительно придут профессионалы и спасут. Главная награда, скромно признается спасатель, – это благодарность людей. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. В команде самарских послов на чемпионат мира по футболу в России стало на одного представителя больше. Соглашение подписала Николь Радамакина, чемпионка паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Сергей Кизоркин узнал у знаменитости, почему она согласилась стать послом. Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Николь Радамакина из Чапаевска и не мечтала стать послом чемпионата мира по футболу. Хотя самую популярную игру на свете любит. К новым обязанностям спортсменка обещает подойти ответственно. Я очень рада представлять свой город, так как являюсь, наверное, самой настоящей патриоткой. И я даже не думала о том, что буду занята, что придется отложить какие-то свои дела, потому что для меня это, на самом деле, какой-то смысл и цель. Легкая атлетика – это королева спорта, а Николь, представитель нашего города, еще раз подтверждает то, что самые красивые девушки в Самаре. Дора Радамакиной такой честью удостоились баянист Сергей Войтенко, космонавт Олег Кононенко, олимпийский чемпион подзюдо Тагер Хайбулаев, экс-футболист Крыльев Александр Анюков. Единственная девушка в Самарском посольстве уже побывала на тренировочной базе Крыльев Советов. Поучаствовала в открытии Центра подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу. Чтобы достойно на сагном высоком организационном уровне провести чемпионат и обеспечить комфортное пребывание футболистов и гостей на Самарской земле, нам необходимо привлечь к участию в этом мероприятии грамотных, инициативных, всесторонне подготовленных молодых людей. Для этого в рамках подготовки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 у нас реализуется региональная программа «Городские волонтеры Самарской области». Наша общая задача – создать теплую, гостеприимную, праздничную атмосферу. На плечи городских волонтеров ляжут главные события чемпионата мира по футболу – проведение фестиваля болельщиков. Для этого потребуется 1300 добровольцев. Сейчас заявки подали уже 2000 желающих – от школьников до пенсионеров. А волонтеры FIFA будут обеспечивать проведение на Самар-арене четырех матчей группового этапа, включая игру сборной России, встречу 1-8 финала и четвертьфинала. Олег Зверев, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Самарцам предлагают подключиться к разработке логотипа города. Уже сейчас готовы четыре варианта. Их эскиза сделана питерскими специалистами во время работы над концепцией благоустройства Самары к чемпионату мира. Она вызвала бурные обсуждения и среди профессионалов, и горожан. Мнение сторон выслушала и Валерия Макарова. Логотип – это как одежда, по которой встречают. Тем более он нужен городу, который принимает чемпионат мира для брендирования туристической продукции и инфраструктуры. Недавно опубликованные в сети варианты вызвали бурное обсуждение, и потому к созданию логотипа Самары приглашают всех ее жителей. Свои работы можно присылать на электронную почту Департамента градостроительства до марта 2017-го. Все предложения по логотипу, которые будут направлены инициативными группами или гражданами, мы готовы вывестить на сайте администрации на всеобщее обсуждение. На мой взгляд, это самый лучший подход в этой ситуации, потому что, повторюсь, это самая сложная дизайнерская задача. Разработка логотипа – это лишь малая часть подготовки к мундиале. В Самаре принята единая концепция благоустройства – документ в 30 томов. Это курс, по которому в ближайшие годы будет развиваться городская среда. Этот документ рождался в муках и имеет все необходимые согласования. Целая куча согласований. В документе проанализировано больше 70 улиц гостевого маршрута. Для каждой даны рекомендации по цветовым решениям зданий и их подсветке, системе городской навигации, зонам торговли, отдыха и парковочных пространств. Наверное, самые большие преобразования ждут вот эту территорию – стрелка реки Самары. Сейчас здесь располагается достаточно закрытая промзона, хотя место видовое, потому открыть его для простых самарцев предлагают власти города. В концепции благоустройства Самары к чемпионату мира заложено, что здесь создадут общественно-деловую зону и зону отдыха. Появится набережная, пляжи, жилые дома и дворец бракосочетания. Особенно жителей порадовала идея продлить пешеходную зону улицы Ленинградская до набережной. По проекту там могут появиться уличные кафе и велосипедные дорожки. Я считаю, что это прекрасно будет. Хорошая идея, потому что все равно спускаются до набережной по этой улице. Действительно, в этой части неудобно. Являюсь заядлым велосипедистом, и если тут будут организованы велодорожки, было бы очень здорово. Концепция благоустройства Самары – это не только идеи на будущее. Ее рекомендациями уже сейчас пользуются при ремонте фасадов зданий на гостевом маршруте. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. За гастарбайтерами присмотрят. Сотрудники ГАИ вышли в рейд на поиски нарушителей среди водителей общественного транспорта. Причем особое внимание тем, кто приехал в Самару из стран ближнего зарубежья. Все это не случайно. Кривая ДТП с участием маршруток в последнее время поползла вверх. Впрочем, Андрей Горгуленко, который патрулировал улицы, вместе с дорожными инспекторами, убедился – все не так плохо. 16-й километр Московского шоссе – остановка для 17-ти городских маршрутов. 12 из них – это маршрутные такси. И таксопарк у каждого маршрута очень большой. А потому к работе нередко привлекаются иностранные водители. В основном это представители стран ближнего зарубежья. И пока, чтобы перевозить пассажиров, им достаточно водительских прав своей страны и специального разрешения на работу. Но уже летом 17-го года потребуются международные права особого типа. Многие водители уже в курсе. Да, это знаем, да. Готовитесь к экзаменам? Да. У возерченной с документами все в порядке. Но не все мигранты такие сознательные. Вот, к примеру, еще один гость из Братской Республики – Бахтиар – забывает вовремя оплатить свои штрафы. Третья полоса – штраф. И за грязный номер. То есть полихачиваете, да? Да. Не, ну, так получилось. Проверяют не только неоплаченные штрафы. Необходимо, чтобы вся документация для работы была в порядке. И техническое состояние автобуса было отличным. Рейды связаны с наступлением холодов, к которым граждане Южных Республик не привыкли. В ноябре уже произошло пять ДТП с общественным транспортом, в которых погиб один человек. В четырех случаях виновными были именно водители маршрутных такси. Получая разрешение, патенты на разрешение работы осуществляют пассажирские перевозки. И не зная, как вести себя в наших, скажем так, негуприятных условиях, погодных, скажем, зимней именно на данный момент обстановке, как вести себя на дороге. Рейды выявляют и самые частые нарушения маршрутчиков. Это заблокированные аварийные двери и превышение количества пассажиров. За каждое нарушение придется заплатить по 500 рублей. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. А этих новостей ждали давно. Для студентов Самары отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте. Такое решение губернатора озвучили на форуме, посвященном Международному дню студента. И это стало главным подарком. Валерий Макарова продолжит. Все флаги в гости к ним. Актовый зал университета телекоммуникации и информатики собрал несколько сотен студентов Самарской области. Открыл форум традиционный студенческий гимн. Этих ребят можно без преувеличения назвать элитой самарского студенчества. Они не только успевают отлично учиться, но и добиваются успехов в творчестве, спорте, науке, общественной деятельности. И сегодня, в Международный день студента, здесь вспоминают, чем запомнился 2016-й. Главные акции и проекты этого года. Пожалуй, главной новостью этого форума стала отмена повышения цен на проезд для студентов. Эту тему губернатор недавно обсуждал на рабочей встрече с председателем Совета ректоров вузов региона Геннадием Котельниковым и главой Самары Олегом Фурсовым. Тогда Николай Меркушкин поручил тщательно изучить вопрос и принять оптимальное решение, которое устроит всех. По решению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с 20 ноября 2016 года приостановлено действие постановления главы городского округа Самара в части повышения проезда для студентов. На волне всеобщей эйфории прошло и награждение лучших студентов. 600 человек своими достижениями в учебе и общественной деятельности заслужили стипендию губернатора Самарской области. Теперь они будут получать порядка 11 тысяч в семестр. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Раздельный, самый дельный. В Самаре меняется система сбора мусора. Берется на вооружение практика развитых стран, разделение отходов. Мусор отправляется уже не на свалки, а на переработку. Экономично и экологично. Отходы в отдельные контейнеры в Самаре начали собирать еще два года назад. А теперь приступили к экологическому воспитанию, что называется, со школьной парты. О полезном мусоре. Сюжет Олеси Корецкой. С каждого по бутылке и готово сырье на переработку. Ученики 34-й школы с теорией раздельного мусора знакомы давно и успешно применяют на практике. Почти семь лет сдают макулатуру. Теперь взялись за пластиковую тару. В первую очередь сплетары – это вред для природы. А вот то, что мы их складываем и их перерабатывают, это намного полезнее, чем их просто выкинуть на улицу. В 34-й школе большое внимание уделяет экологическому воспитанию, бережному отношению к природе и к ее ресурсам надо приучать с детства, уверены педагоги. Обычно дети учатся на примере взрослых. Здесь, наоборот, устами младенца глаголит истина. Мы теперь каждый день выкидываем пластиковые бутылки в специальный контейнер. Чтобы не получить природу. Потому что если пластиковую бутылку бросить на землю, она будет вредить почве, и она слишком долго разлагается. Экологическая работа ведется не только в школе, но и по всему поселку Зубчининовка. Пока экологическое воспитание взрослых хромает. Здесь много частных домов. Треть населения мусор либо сжигает, либо несет на незаконные свалки. Нужно работать, прежде всего, над сознанием. Должна быть социальная ответственность каждого гражданина. А что после меня? Куда девается мусор? Мы ведь в контейнеры отправили, не задумывались, а полигоны пополняются. Контейнеры для раздельного сбора мусора в Самаре изготавливает и устанавливает экологическая компания. Она активно сотрудничает с городской администрацией. Над конструкцией хорошо поработали, продумали мельчайшие детали. Так взрослым удобно, а детям интересно. Есть отверстие диаметра, которое позволяет выбрасывать сюда бутылки до двух литров. И есть большое отверстие с торцов для пятилитровых бутылок. У нас есть специальная емкость для крышек. Бутылку бросаем сюда, крышку откручиваем, бросаем сюда. Такой ящик наполняется в среднем за неделю. Собранное сырье отправляется на переработку и потом используется в различных производствах. До конца года контейнеры для раздельного сбора мусора появятся во всех школах Кировского района. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Вся Самара знала его как купца, построившего Кирху и кумысо-лечебницу. И только одна женщина обращалась к нему «Мой миленький дружочек Жоржик». Самарцам рассказали о любви купца Егора Анаева и его первой супруги. До сих пор неизвестно, сколько именно они прожили в браке. Но именно о ней он писал свои мемуары в глубокой старости. Историю любви, по которой можно было бы снять кино, поразила Марину Матвейшину. Единственный купец-романтик в самарской истории. Егор Анаев, построивший в Самаре Кирху, оставил потомкам еще одно бесценное наследие – автобиографические заметки. Личный фонд купца историки обнаружили в архивах области. В 71 год мужчина написал воспоминания о жизни. Сохранились и фотографии самого купца, его второй жены и их восьмерых детей. Но нет ни одного фото его первой супруги, Марии Осиповны Зельцер. Однако имена о ней единственные он пишет свои мемуары. Профессор Зоя Кобозева уверена – Марии и есть любовь всей его жизни. Многие возразят мне, потому что наши краеведы, которые занимались этой проблемой, они не все считают, что первый брак купца Егора Никитича Анаева можно назвать счастливым браком. И они тоже очень многим считают, что эта первая жена была такая вот не совсем нормальная барышня, ну и стероидная барышня. А я думаю, почему нет? Именно таких и любят. Историю купеческой любви Зоя Кобозева рассказывает буквально в лицах. Слушатели ловят каждое слово лектора, каждое движение мимики. В свете рассказанных событий Самарская кирха перестает быть просто зданием и памятником истории, признаются слушатели, как и другие места и дома, о которых рассказывают на открытых лекциях. Это заряжает. И с зарядом этой энергии хочется жить дальше, узнавать историю о своих родных, близких. И хочется знать, как же жила моя тут прабабушка, прадедушка, как они жили, каким воздухом дышали. Открытые лекции – это уникальный проект, который реализует Самарская газета. Ученые, краеведы, филологи рассказывают о Самаре, людях, событиях, характерах. Если раньше лекции проходили в редакции, то теперь послушать их можно в городских библиотеках. Как и раньше, абсолютно бесплатно. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Все, чего я не знаю, об абстрактном искусстве под таким названием открылась выставка Ивана Ключникова в музее Миниалабина. Иван стал третьим художником, который в этом сезоне открывает «Волга-0». Проект, стартовавший зимой, знакомит Самару с современным искусством. В абстрактном буйстве красок смысл пытался разглядеть Андрей Горгуленко. Цвет – основа творчества, а его сочетание – неисчерпаемая бесконечность, признается Иван Ключников. Готовясь к выставке, автор экспериментировал и с размерами. Есть как малые формы, так и 10-метровый холст. Я разделил его на части, а потом собрал. И от этого я ничего не предугадывал, но он так или иначе сложился. И вместе эта картина законченней, полноценней, чем по отдельности. Остро и радикально. Так характеризуют его яркие, насыщенные цветом и отчетливо психоделические картины. Но в то же время его работы передают самарскую локальную энергетику. Перед нами, в общем-то, состояние человека. Состояние современного молодого человека, живущего вот здесь, на этой территории. А художников современного искусства в Самаре достаточно. Чтобы открыть их имена для широкой публики, и был создан проект «Волга-ноль». В начале года были представлены достаточно именитые авторы. А вот в осеннем сезоне новые и малоизвестные. Иван Ключников стал третьим в эту сессию. Каждая выставка отличается. У каждой выставки свое лицо. Вот мы в этом сезоне показали уже трех авторов. И выставки не только, можно сказать, не похожи. Они отличаются и концепцией, и самое главное, пластическим языком. Одной из своих картин автор ставит вопрос, зачем комментировать. Но мы-то, журналисты, знаем, что без хорошего комментария не выйдет качественного сюжета. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Когда придумали праздновать Новый год, и кто написал слова песни «В лесу родилась елочка», рассказывают в доме музея Ленина. Там открылась выставка «Добрые истории». Ну что ж, пора. До Нового года осталось чуть больше месяца. В музей даже нарядили елку игрушками прошлого века. А первую экскурсию для гостей провела сама Снегурочка. По образованию он агроном, кандидат естественных наук. Но человек, настолько хорошо чувствующий музыку, что написал эту мелодию, которую мы до сих пор с вами исполняем. В лесу родилась елочка. Напевал своей дочке в 1905 году Леонид Карлович Бекман. Так и родилась мелодия к самой новогодней детской песенке. А стихотворение Бекман читал из детского журнала «Малютка». Оно было подписано инициалами АЭ. Только через 40 лет узнали полное имя автора – Раиса Адамовна Кудашева. Вот такие интересные факты собрали для выставки «Добрые истории» в доме музея Ленина. А иллюстрации к рассказам – старинные игрушки. Из ваты, стекла, ткани и картона. Некоторым из них больше 80 лет. Они собраны из архивов самарских музеев и частных коллекций. Равнодушным остаться невозможно. И родителей вспомнила сразу. И как покупали эти игрушки, какой праздник дома был. Представьте себе, увидела вон наконечник для елки. И когда папа принес его, это для нас, для детей был шок. Целое богатство. Как вроде из какого-то царского дворца украшения. Дети зачарованно смотрят на игрушки из прошлого века и прислушиваются к тому, что рассказывает экскурсовод. Что-то новое для себя они узнают около каждого стенда выставки. Я не знала, из-за чего Новый год произошел. Но я вот узнала, его создал Юлий Цезарь. Я думала, только у нас в России елка. Ну, даже в любых странах есть эта елка. Сейчас сложно поверить, однако 6 лет в истории Советской России ставить елки и праздновать Новый год было запрещено. Это считалось буржуазным пережитком. Но дух Нового года победил, и праздник вернули. Елка в те годы, а это начало 20 века, могла выглядеть вот так. Она наряжена ватными игрушками на проволочном каркасе. Рядом украшения из стекла 30-х годов. Вертолеты, велосипеды, самолеты. По сути, история технического прогресса в игрушках. Такой выставкой в музее хотели напомнить самарцам о добрых новогодних традициях и истоках праздника. Детям, мне кажется, очень интересно было бы узнать о том, как праздновали Новый год их бабушки, дедушки, их родители. И, возможно, что-то полезное, очень нужное, очень важное из прошлого они сумеют перенести в нашу сегодняшнюю жизнь. Выставка будет открыта в музее два месяца. Так что окунуться в новогоднюю атмосферу прошлого столетия самарцы смогут до 15 января. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Такое увидели эту неделю репортеры телеканала Самаргиз. Желаю вам только самых добрых историй. А наш выпуск на этом завершен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok